Дорогие друзья, время представить вам нашу гостью. Сегодня в студии программа Кайрлы Тан, народная артистка Республики Казахстан, лауреат государственной премии, выдающаяся исполнительница современности Роза Куанышевна Рымбаева. Роза Куанышевна, доброе утро. Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Знаете, как музыкант имела честь сотрудничать с вами и обратила внимание, что вы всегда отличаетесь очень таким, знаете, перфекционизмом и таким теплым отношением и к зрителю, и к сцене, и всегда максимально требовательны к себе, к своим коллегам. Скажите, это все-таки было передано вам родителями или все-таки вот сцена выковывает характер? Ну, во-первых, раз дано такое счастье петь на сцене, путь добра надо соответствовать. И соответствовать настолько, что просто себя надо забыть. Для тебя главное твое произведение. Для тебя главное оркестр, который тебя аккомпанирует. Их немало, их 60 человек. Для тебя общее звучание этой музыки, которую ты поешь вместе с оркестром, и образ твой, который ты должна вынести на сцену, чтобы зритель увидел настоящее искусство. Тебя там нет. Нет Роза Румбаева. Там есть произведение, в котором ты живешь, в котором ты играешь роль свою, ну, женщину, естественно, поющую, да, которую переживает вместе с композитором, поэтом смысл этой песни. Я профессионал, я должна работать на сцене, действовать профессионально. После многочисленных побед на крупных вокальных, эстрадных, всесоюзных конкурсах о вас заговорили как о самобытном исполнителе, о яркой певице. Подскажите, на сегодняшний день в Казахстане можете ли вы отметить таких исполнителей, которые соответствуют вот этому международному статусу? Ну, об этом, наверное, публике лучше знать. Какой артист сегодня может представить наш Казахстан на международном уровне? Я не могу сказать, что я всех артистов знаю, но у меня есть артисты, которых я просто люблю за музыку. Дело не в том, что он представляет Казахстан или где-то там выигрывает. Все-таки нашей публике нужна еще та музыка, на которую публика будет тянуться. Тот исполнитель, на которого с удовольствием пойдут, посмотрят, послушат, получат наслаждение настоящее. И таких певцов достаточно много у нас. Может быть, они ограничены только в Казахстане, я имею в виду, не выезжать за пределы, но они поют на родном языке. Они несут еще и народную музыку. И таких певцов достаточно. Я просто всех перечислить не могу. Одной из ваших последних видеоработ стала композиция на песню «Откен Кундер». И, кстати, это была дебютной работой вашего сына Али Окапова, режиссерской дебютной работой. Скажите, пожалуйста, вот сейчас Али представляет собой самостоятельную творческую единицу. Он успешный, востребованный исполнитель, получивший великолепное образование в Республиканской музыкальной школе для одаренных детей имени Куляш Баситовы. И Академия имени Жургенова, факультет эстрады. Скажите, пожалуйста, можем ли мы видеть еще ваши совместные работы как двух состоявшихся творческих единиц? Вы знаете, у нас есть совместные несколько дуэтов. Это песня Райла Астана, это песня Раймонда Паулуса «Любовь настала», с которой мы в прошлом году выступали на Алматы «Любовь моя». Это песня «Ертыг ми синемн», где поет и мой младший сын. Мы в новогоднюю программе в этом году пели. Что касается будущих планов, я не могу четко сказать, будут ли у нас совместные работы, совместные дуэты. Потому что у нас каждый исполнитель, Али и я, мы живем по-своему, каждый в своей музыке. Я в своем репертуаре, у меня другая музыка. У Алишки сегодняшняя музыка, молодежная, танцевальная больше. Так как он сам пишет для себя эти песни, учитывая свой диапазон, свои исполнительские возможности, конечно, он четко знает, какую музыку ему нужно писать, какой диапазон. Что касается вообще его исполнительства или его композитора работы, у него задача, прежде всего, чтобы наша эстрада приобрела какое-то новое лицо, новую музыку, наш слушатель, новое направление. Ни на кого не похожи, никого не повторяя, он идет своим путем, как профессионал. Ищет и никого не повторяет. Мне вот это прежде всего радует. Наверное, каждому исполнителю, музыканту будет интересно узнать, вот как вы настраиваетесь перед выступлением на сцене. Потому что любой ваш выход к публике, это всегда настоящий праздник. И я неоднократно была свидетельницей того, как вот вы просто вот зажигаете зал и как он идет за вами. Дело не в том, задача не в том, чтобы зажечь зал. Задача о правильном выборе репертуара, во-первых. Во-вторых, чтобы именно этот репертуар меня раскрывал. Смысл содержания этих песен от меня исходил. Я говорю на сцене о себе и от себя. Вот и все. И полностью максимально вжиться в образ своих песен. И все. И тогда публика, естественно, будет завороженно сидеть. Если это веселая песня, она будет с тобой веселиться. Если это грустно, она будет с тобой вместе плакать. Расконышина, мы непременно вернемся к нашей беседе. Но пока давайте вместе посмотрим наш следующий сюжет. Нургуль Тасубекова расскажет о новостях казахстанского кино. Кино – это не только вид искусства, но и язык общения, который понятен и взрослому, и ребенку. В Алматы состоялся первый республиканский фестиваль детского кинотворчества. Его задача – познакомить детей с современными достижениями в сфере визуального искусства. Поддержать новые таланты, приобщить молодое поколение к национальной культуре. В этом году детский кинофестиваль был приурочен к столетию со дня рождения Шакена Айманова, основоположника казахского кино. По словам директора Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования Раиса Шер, у казахстанских школьников есть большие возможности для проявления своих талантов в киноискусстве. Я думаю, что вы пополните ряды известных деятелей искусства, потому что кино – это на самом деле искусство, это на самом деле волшебная сказка. Участники кинофестиваля – победители региональных конкурсов детского творчества из 13 областей Казахстана. Они привезли свои первые киноработы – видеоролики, мини-фильмы, анимационные работы. Олжас Булакпаев приехал из Павлодарской области. Вот уже три года он занимается в студии творческого объединения «Луч» при Дворце Школьников города Павлодара. Олжасу интересно создавать анимацию. Я приехал на кинофестиваль со своим анимационным фильмом, который называется «Бысклад от жаса и универс». Фильм у меня о том, что каждый казахстанец должен говорить на своем государственном языке, в первую очередь ставить потратительность вперед. В фильме я использую компьютерную анимацию и разные программы. Программа первого детского кинофестиваля была насыщенной. Концерты музыкальных коллективов, увлекательные просмотры, бурные дискуссии, мастер-классы и творческие встречи. В составе жюри – известные деятели казахстанского кино и педагоги Казахской национальной академии искусства имени Жургенова. В будущем мы хотим сделать этот фестиваль традиционным и, возможно, закрепить за ним имя Шакена Айманова. Это надо обсудить с руководством киностудии «Казахфильм» и педагогами Национальной академии искусств имени Жургенова. Но я думаю, что фестиваль будет иметь продолжение, найдет свою нишу. Победители конкурса в различных номинациях, а их было семь, увезли с собой не только яркие впечатления от праздника кино, но и обрели новых друзей, испытали радость первых побед. Друзья, мы вновь возвращаемся к диалогу с народной артисткой Республики Казахстан, выдающейся певицей и просто образцом сценического мастерства Розой Куанышевной Рымбаевой. Роза Куанышевна, вы постоянный участник великолепных концертов, которые проходят в нашей столице Астане. Что вы можете сказать по поводу вот этих праздничных мероприятий, посвященных дню рождения нашей столицы Астаны? И какие концерты вам запомнились, может быть, особенно? Мне запомнились авторские вечера. Это Александр Зацепин, это Арноба Баджанян, это великие композиторы современности, на песнях которых выросло не одно поколение. Сегодня в Астане состоится великолепный концерт, посвященный творчеству Шамша Халдаякова, любимого народом композитора, чьи песни вот уже много поколений пользуются неизменным успехом. Расскажите, пожалуйста, о вашем личном отношении к этой личности в нашей национальной музыкальной культуре. Какие песни вы будете исполнять сегодня? Ну, я хочу сказать, самый любимый, самый исполняемый композитор у нас Шамша Халдаяков. Его песни настолько популярны, так как, я думаю, что появление вообще радио в нашей жизни и оркестра радио, и телевидения, и его работа именно на радио музыкальным редакторам повлияла на пропаганду его песен. Его песни звучали действительно очень много по телевидению. И появление его как композитора, его отличие от других композиторов, я хочу сказать, что он воспитывался как исполнитель, инструменталист игры на балалайке. Он примач. И вот это вот в его музыке влияние русской музыки, вот эта гармония, вот этот мелодизм, она очень чувствуется. Потому что классическая традиционная казахская музыка, вот наши дамбристы, это совсем другая музыка. А вот появление музыки Шамша Халдаякова, это какая-то новая революция. И естественно, народ ее тут же подхватил, потому что вовремя появился этот композитор в жизни нашего слушателя. И он мастерски делал свои песни. Они доступны, они мелодичны, они душевны. И еще они отражают, конечно, ту жизнь, тот стиль, то поведение людей. Я сама просто в детстве помню, как наш аульный гармонист играл, и весь аул хором пели его песни во всех мероприятиях. Даже если нет мероприятий, вечерами, после дойки коров, вот после такой, перед сном, он садился, играл на гармошке, рядом собирали соседи, и все пели под аккомпанемент гармониста его душевные красивые песни. Росконыш, у нас завершение нашей беседы. Что бы вы могли пожелать накануне Дня столицы нашим уважаемым телезрителям? Мне кажется, каждый праздник должен приносить народу какие-то новые волнения, какие-то новые краски, новые какие-то эмоции. И вот эти концерты делаются для того, чтобы публика не просто ходила по улицам, смотрела уличные концерты, а вот зашли в зал, услышали настоящую музыку, настоящих исполнителей, и получили настоящее наслаждение от творчества. Потому что все эти концерты посвящены к этому празднику, прежде всего нашему зрителю. Поэтому каждый концерт продумывается тщательно, репертуар подбирается, каждый исполнитель готовится к этим дням, потому что он тоже хочет показать свое творчество, внести свою лепту в эти праздники. Поэтому мы тоже особенно волнуемся, ждем встречи с публикой, готовим эти песни. Я только что вот пришла с репетиции, поэтому я довольна. Репетиция прошла очень хорошо, оркестра замечательно играет, песни звучат, они очень душевны. Роза Кунышевна, спасибо большое за эту встречу, и отдельно хочу поблагодарить вас за ваш многолетний яркий вклад в развитие нашего музыкального искусства. Огромное спасибо. Спасибо вам за приглашение. Выпуск программы «Кайрл Танк» подошел к концу, друзья, но я, Зарай Синаман, с вами не прощаюсь. Увидимся на телеканале «Былим Жане Мазинет». Увидимся на телеканале «Былим Жане Мазинет». Увидимся на телеканале «Былим Жане Мазинет». Увидимся на телеканале «Былим Жанинет». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok